Разгон дело не хитрое. Двигаешь себе ползунки в MSI Afterburner или применяешь в BIOS найденные в интернете значения множителя, шины и напряжения для процессора. Но что же делать потом? То, что общее быстродействие после ваших манипуляций улучшилось, это конечно хорошо. Однако это не дает никаких гарантий, что в играх или вычислительных приложениях вас не будут преследовать синие экраны и прочие радости жизни. Как же проверить систему на стабильность? Совет запустить игру и поиграть отменяем сразу. Все игры разные, так что стабильность в одной из них абсолютно не означает, что через полгода в новой игрушке вы не столкнетесь с вылетами или синими экранами смерти. Бенчмарки также подходят слабо. Дело в том, что они все короткие, до 5 минут и этого мало для уверенности в стабильности. Более того, бенчмарки не умеют говорить вам, что произошла ошибка. Они просто будут пытаться работать дальше. Конечно, если у вас при прогоне какого-либо теста вылетает синий экран, значит вы действительно нахимичили с разгоном. Но зачастую может быть так, что в коротких тестах все отлично. А вот часовые рендеры выходят битыми. В итоге, ваш единственный помощник в данной ситуации это стресс-тест. Но тут снова возникает вопрос, а какой именно? Прежде чем дать ответ, давайте поговорим о методике тестирования. Очевидно, что стресс-тест нужно держать запущенным некоторое время. Но какое? Тут все просто. Тест нужно прогонять столько времени, сколько длится ваша самая долгая нагрузка на систему. Допустим, вы играете в PUBG по 2-3 часа в день. Соответственно, имеет смысл добиться стабильности именно на этот промежуток времени. Ну а если вы запускаете рендер на 5 часов, готовьтесь держать стресс-тест запущенным столько же. И еще один достаточно важный момент. Не стоит путать стабильность и отсутствие перегрева при разгоне. Так вполне может быть, что ваша система в жесточайшем стресс-тесте не перегревается. А вот игры стабильно вызывают зависание спустя час после запуска. Собственно, может быть верно и обратное. Обычно тесты на стабильность не очень сильно греют процессор. Поэтому вы вполне можете столкнуться с тем, что в расчетных задачах ваш CPU перегревается и сбрасывает частоту. И вот теперь, когда мы проговорили все нюансы, связанные с тестированием, можно перейти собственно к самим стресс-тестам. Аида 64 Достаточно популярная диагностическая программа, имеющая в своем арсенале в том числе и стресс-тесты CPU, FPU, ОЗУ, кэша и даже графики. Поэтому разбирать их стоит также по отдельности. Стресс-CPU очень слабый тест. Процессор почти не греет и максимум, что сможет, так это проверить CPU на стабильность в играх. Стресс-FPU отличный тест для нагрева, потому как в нем используются AVX и FMA инструкции, которые очень сильно нагружают процессор. То есть, отсутствие перегрева в этом тесте фактически означает, что вы с ним не столкнетесь ни в каких обычных задачах. Стресс-кэш, как бы это ни было очевидно, является тестом кэша процессора. И с учетом того, что при разгоне CPU кэш также разгоняется, имеет смысл его включать. Но на нагрев это практически никак не влияет. Так что потестить ваш кэш имеет смысл лишь для галочки. Стресс-систем-мемори это тест оперативной памяти. К сожалению, он достаточно слабый и найдет ошибки только в том случае, если вы сильно промахнулись с таймингами и частотой. Стресс-GPU это тест видеокарты. И опять же, он очень слабый. Да, к тому же не выводит картинку. То есть, невозможно понять, есть ли артефакты изображения. Вылетят только видеодрайвера или же синий экран. Что естественно, вам сообщит о серьезном переразгоне видеокарты и не более того. Prime 95. Один из самых старых и крайне тяжелых тестов для процессора, кэша и оперативной памяти. Включает он в себя три теста. Small FFTS тестирует математический сопроцессор FPU и кэш. Причем делает это намного лучше, нежели AIDA64. Заставляя греться процессор крайне сильно. Правда, стоит учитывать, что тут нагрузка далека от реальности. Так что отсутствие перегрева в этом тесте, это конечно хорошо. Но на практике вы всегда можете еще немного повысить напряжение и частоту, обойдясь без перегрева в обычных задачах. В итоге, тест имеет смысл использовать только в том случае, если у вас система занимается расчетами 24 на 7. Large FFTS. Тест скорее блока питания и VRAM материнской памяти. Так как заставляет процессор потреблять максимум энергии. По нагреву сильно не выделяется, ровно как и по проверке стабильности. Так что его имеет смысл использовать только для указанных выше проверок. И наконец, Blend, который также проверяет стабильность системы, греет процессор слабее, чем Small FFTS. И в принципе его достаточно, дабы получить гарантию стабильной работы ПК в любых задачах даже 24 на 7. Но все равно, для обычных задач, типа игр, расчетов и обработки видео, это скорее перебор. Так что имеет смысл оставить данный тест для профессионалов. И прежде чем я перейду к следующему стресс-тесту, рекомендую всем и каждому подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, дабы не пропускать следующие видосы. Чем нас больше, тем мы чаще будем радовать вас новыми видео. А колокольчик поможет их не пропускать. Фурмарк или же знаменитый волосатый бублик. Тот самый тест, который отправил множество видеокарт в рай. На деле отличное решение для проверки нагрева видеокарты и так себе на стабильность. Просто потому, что увидеть в этом пиксельном месиве какие-либо артефакты не так уж и просто. Поэтому если даже и в фурмарке вы заметили артефакты, то значит с видюхой явные проблемы. Так что использовать его имеет смысл только для теста системы охлаждения GPU и не более того. Power Max. Стресс-тест от разработчиков CPU-Z, который умеет тестировать как и CPU, так и GPU. Тест процессора может использовать или старые инструкции SSE, что бессмысленно и подходит максимум для проверки на стабильность в играх, или более новые и горячие AVX инструкции, которые конечно слабее прогреют ваш процессор, чем то же, что вы можете получить в AID или Prime95, но зато заставит процессор потреблять максимум энергии. И по сути это что-то среднее между Stress FPU из AID 64 и Large FFTS из Prime95. В принципе неплохое решение, дабы изначально проверить проц. А вот тест видеокарты чем-то схож с волосатым бубликом, но гораздо менее информативен, так как не выводит температуру и частоту GPU. К тому же нагрузка на видеокарту достаточно сильно плавает во время теста, и поэтому выжимать соки из вашего GPU через данный тест просто не имеет никакого смысла. В итоге PowerMax скорее подходит для базовой проверки процессора, но и то я бы сказал, что его недостаточно. Intel Extreme Tuning Utility Программа, которая в первую очередь предназначена для разгона процессора или видеокарты от Intel прямо из системы. И естественно в дополнение к этому имеет встроенные стресс-тесты. Увы, их сложно назвать серьезными. Тест процессора где-то на уровне с тем, что вам может выдать AIDA64 в стресс CPU и FPU. То есть для серьезной проверки слабоват. А вот тест видеокарты опять же не выводит картинку, так что понять есть ли артефакты просто не получится. Так что Intel Extreme Tuning Utility мы советуем сугубо для разгона. Далее тестовый софт под названием Lynx, который по сути является графической оболочкой над бенчмарком Lyn Pack. Да, это именно бенчмарк, так как в конце выдает разные циферки, по которым можно понять, тащит ли еще процессор или уже пора апгрейдиться. Его используют как стресс-тест, только потому что можно поставить большой массив данных для расчета. Что загрузит даже топовый процессор на часы. Но увы, при этом ошибки он не выдает, так что как тест стабильности явно не подходит. Но с другой стороны, он использует AVX инструкции, так что сильно нагревает процессор. И поэтому его можно назвать как неплохой тест на перегрев. Мем-тест 86. Один из самых старых и лучших тестов оперативной памяти, запускаемый даже с флешки. Крайне долгий, так как стандартные 4 прогона для 16 гигабайт ОЗУ могут занять 3-4 часа. Но при этом, если он не выдаст никаких ошибок, значит проблем с разгоном памяти явно нет. И в обычной работе она не приведет к нестабильностям. При этом, некоторые пользователи выключают тест после одного прогона. Просто потому, что устают ждать. Делать этого не стоит. Ведь есть шанс того, что ошибка появится на одном из следующих прогонов. Да и понятно, что создатели теста не просто так сделали 4 прогона. По всей видимости, именно потому, что данного количества достаточно для того, чтобы точно удостовериться в стабильности памяти. И поэтому мы явно советуем MEM-тест 86, как один из лучших тестов стабильности разгона вашей оперативки. OCCT. Еще один достаточно старый и качественный бенчмарк для проверки процессора и видеокарты на стабильность. Так, их собственный тест процессора не сильно его греет. Но является, пожалуй, лучшим тестом именно на стабильность. То есть, если за несколько часов не было никаких ошибок, то с высокой долей вероятности в обычных задачах, таких как игры, рендер и все остальное, проблем у вас явно не появится. Главное, не забудьте в настройках поднять максимально допустимую температуру выше 85 градусов. Ведь для большинства современных CPU это вполне рабочие условия. Тест видеокарты, опять же, рассчитан на стабильность. И хотя на экране будет что-то вроде всеми знакомого бублика, не ждите особого нагрева видеокарты. Зато счетчику ошибок вы точно скажете спасибо, так как он способен замечать даже те артефакты, которые занимают по размерам всего 1 пиксель. При этом следует понимать, что абсолютная стабильность это ровно 0 ошибок за время теста. Что же использовать в итоге? Лично наш выбор это MEM-тест 86 для оперативки, стресс-FPU в AIDA64 для теста процессора на перегрев и OCCT для теста на общую стабильность. А для видеокарты FURMARK на перегрев и OCCT на стабильность. Все же остальное скорее для разнообразия, но в принципе нужно лишь в узконаправленных условиях. На этом все, ставьте лайк, если вам была полезна данная информация и конечно же пишите в комментариях, какие обычно вы используете стресс-тесты. И что важно понимать, наше мнение это не истина в последней инстанции, а скорее полезный совет. И вы всегда его можете оспорить там же в комментариях. Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok